Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение Евангелия от Иоанна, 10 глава. Глава начинается с притчи. Мы с вами знаем, что Иисус Христос много учил притчами, и такие притчи мы с вами во множество встречаем у предшествующих евангелистов. В Евангелии Иоанна притча имеет другой смысл. Это не столько краткий поучительный рассказ, как у предыдущих евангелистов, сколько формы речи, которая непонятна его слушателям. Притча состоит из двух сюжетов. Притча о добром пастыре. Первый связан с тем, что пастухи на ночь оставляли своих овец в закрытом помещении под присмотром привратника, а утром приходили к сторожу и выкликивали своих овец. Пастырь не вор и разбойник, он известен привратнику, и тот отворяет перед ним дверь. Каждый из своих овец пастырь знает по имени и выводит их. Вторая картина – это путь к пастбищу. Овцы следуют за знакомым голосом, чужой голос напугал бы их, и они бы разбежались. В притче пастырь противопоставлен ворам и разбойникам, и другим пастухам. Наверное, нет необходимости объяснять, кто это такие. Кто такой сторож, который открывает пастырю дверь, или те волки, которые желают погубить стадо Христова. Что означает, что все предшественники Христа – суть воры и разбойники. Конечно, Господь отличает себя от ложных пастырей, какими были фарисеи, иудейские религиозные вожди, но конкретизация таких образов не всегда возможна. Главная тема следующего отрывка – это сохранение овец, ради которого пастырь готов пожертвовать собственную жизнью. Господь развивает здесь те образы, которые я привел в предыдущие притчи, и применяет и к себе. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и избытком имели. Я пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волка расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и знают меня мои. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Итак, главная тема – это сохранение овец. Первое – это то, что Господь объявляет себя дверью для овец. Надо сказать, что в то время в Палестине было два вида овечих загона. В селах и городах были общие законы, в которых собирались все стадо, и все они там проводили ночь. Такие загоны имели прочные двери, ключ от которых имел только привратник. О таком законе и говорится в начале главы. Когда же в теплое время овцы паслись далеко от дома и не возвращались на население на ночь, их собирали в загоны на склонах холмов. Эти законы под открытым небом защищались только стеной с отверстием в ней, через которое овцы могли входить и выходить. То есть никаких дверей не было. По ночам пастух ложился поперек входа, и ни одна овца не могла не выйти иначе, как не задев его. И в этом смысле действительно пастух превращался в дверь. Я – дверь, через меня, если кто войдет, спасен будет, и войдет, и выйдет, и пастбище найдет. Как для овец, чтобы выйти к пастбищу, нужно было перебраться через пастуха, так и овцам Христа. Для того, чтобы войти, получить жизнь, необходимо осуществить свою связь с ним. И вот эта связь между пастырем и овцами, она оказывается аналогичну единству отца и сына. «И знаю моих, и знают меня мои, как знает меня Отец, знаю и я Отца». Ну и благодаря этому единству последователи Иисуса Христа обретают жизнь. «Я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели». Это очень важная формулировка, в которой Иисус Христос формулирует цель и предназначение своего прихода в мир. «Для того, чтобы люди получили жизнь, Иисусу Христу предстоит ее отдать». «Я пастырь добрый, и душу мою полагаю за овец. Никто не брал ее от меня, но я полагаю ее сам». 10, 14, 18. То есть смерть пастыря, она невозможна без его согласия. Иисусу Христу предстоит умереть, чтобы исполнить ту заповедь, которую он получил от отца. И отец любит его за то, что он добровольно передаст свою жизнь людям. Но мы понимаем, что невозможно лишить жизни того, кто неразделим с отцом. Поэтому ему смерть сменится воскресеньем. Власть имею положить ее, и власть имею снова принять ее. 10, 18. Но заместительная смерть пастыря не ограничится овцами этого двора, то есть теми, кто сейчас с ним. У него есть и другие овцы. Они придут в его стадо, когда услышат его голос. И другие овцы есть у меня не из этого двора. И тех минут лежит привести, и голос мой они услышат, и будет одно стадо и один пастырь. 10, 16. Господь предсказывает здесь привлечение язычников в церковь благодаря проповеди апостолов, которые образуют вместе с иудеями единое стадо единого пастыря. Слова Иисуса Христа вызывают разделение у иудеев. Не понимая, о чем он говорит, многие из них уверены, что в нем бес, и он безумствует. Что его слушать, задают они вопрос. Им возражают. Если в нем, говорит, бес, смог бы одержимый исцелить слепого. Настал тогда праздник обновлений. В Иерусалиме была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тогда окружили его иудеи, говорили ему, «Доколе будешь ты томить душу нашу, если ты, Христос, скажи нам открыто». Итак, Иисус Христос уже неоднократно говорил о себе, в том числе и во время вот этого довольно продолжительного своего присутствия в Иерусалиме, который евангелист Иоанн рассматривает с 7 по 10 главы. И поэтому он говорит, я сказал вам, и вы мне не верите. То есть все, что он говорил им ранее, по-прежнему является предметом недоверия и несогласия. Но подтверждением истинности его слов являются его дела. Зная о них, начальники все равно продолжали не верить. «Причина в том, что они не из его овец. Овцы мои голос мой слышат, я знаю и о них, и они следуют за мной, я даю им жизнь вечную. Не погибнут они вовек, и не похитит их никто из руки моей». Итак, для того, чтобы стать овцами стада Христа, надо услышать его и поверить в его единство с Богом. Именно таких овец вручил ему отец. И поскольку таким образом овцы одновременно принадлежат как отцу, так и сыну, то уже никто не сможет их у них похитить, поскольку отец больше, чем кто бы то ни было. «Я и Отец одно», 10.30 заключает Иисус Христос. Конечно, иудеи понимают, что своим Отцом Иисус Христос называют Бога. И утверждение своего полного единства с Ним толкают иудеев к попытке побить Его камнями. «Ответил им Иисус, много добрых дел показал я вам от Отца. За какое из этих дел побиваете вы Меня камнями?» То есть они не отрицают того, что дела, которые Он совершал, действительно добрые. «Ответили им иудеи, не за доброе дело мы побиваем тебя камнями, но за хулу, и за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». 10.33 «Ответил им Иисус, не написано ли в законе вашем «Я сказал, вы боги». Если Писание назвало богами тех, кому было обращено Слово Божие, и это не было богохульством, разве то, что само Слово Божие, пришедшее в мир, заисельствовало о себе, как о Сыне Божьем, может ли быть богохульством?» Эти слова нуждаются для понимания, наверное, в более детальном обсуждении. Иисус Христос цитирует 81-й Псалом. Бог обращается к судьям Израиля, которые не справлялись со своими обязанностями. «Бог стал сонами богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправильно и оказывать нелицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему. Оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Восстание Божие, суди землю». Дело в том, что в еврейских посланиях, как бы для нас это не странно звучало, судьи назывались богами. Почему? А потому что они, по сути своей, выполняли роль бога, потому что только бог обладает правом суда. И вот, заменяя бога, они тоже судили людей. Но есть люди, которые совершали свое дело плохо и несправедливо, могут называться богами, насколько богом может называться Сын Божий. И насколько действительно этот титул применим к нему самому. Об этом, по сути, этот вопрос. Но все равно, слушатели Христа не верили ему, и Господь призывает их к этому. Вот и под спорем в вере могут быть его многочисленные дела, которые им известны. Ведь такие знамения и чудеса, они могут совершаться лишь одним богом. Да познайте и знайте, что во мне отец, и я во отце. Тогда искали снова схватить его, но он уклонился от руки их. 10.38 После неудавшейся попытки ареста, Иисус Христос покидает Иерусалим и возвращается в Зиордане, на месте, где крестил Иоанн, перед тем, как его заключили в темницу. И то, что многие пошли туда вслед за ним, указывает на то, что действительно свидетельство Иоанна, которое он провозгласил когда-то на этом месте, и которое, по сути, знали, но не приняли начальники в Иерусалиме, свидетельство о богосановстве Иисуса Христа, оно было принято людьми, и тем самым служение Иоанна Крестителя как свидетеля. Оно получает здесь свое завершение. Множество людей приняли свидетельство Иоанна Крестителя и уверовали в Иисуса Христа. И указание, которое мы читаем в конце, главы Иоанн знамений не сотворил никакого, евангелист помещает перед тем, как расскажет о величайшем чуде Иисуса Христа в воскрешении Лазаря. Субтитры создавал DimaTorzok